Сегодня, наверное, все депутаты, выступая, говорят об отчете Центрального банка, поскольку сегодня на правительственном часе будет рассматриваться именно его отчет. Но что можно сказать, как сработал Центральный банк в 2018 году? Полтриллиона убытки, 2,6 триллиона ушло на санацию банков. Тем не менее, не решены вопросы с обманутыми вкладчиками. И если вы заходили в Думу, то видели, наверное, что обманутые вкладчики стоят в пикете у нас перед входом у 10-го подъезда. Конечно, Центральный банк – это довольно ответственный орган, и мы все ощущаем его деятельность на собственной шкуре. Но поскольку я работаю в экономическом комитете, меня больше всего волнует, как политика Центрального банка влияет на развитие экономики. Вот если мы рассмотрим развитие экономики в последние годы, то выясняется, что она катится вниз. Несмотря на то, что еще 10 лет назад Улюкаев объявил, что экономика находится на дне, она все еще продолжает падать куда-то в преисподнюю. Тем не менее, Центральный банк сегодня будет отчитываться о таргетировании инфляции, считая, что главное зло в нашем государстве – это именно инфляция. И Центральный банк борется именно с этим недугом. Хочу сказать, что это какое-то ложное представление о деятельности Центрального банка, который нам усердно вернули с 2014 года. На самом деле, борьба с инфляцией возлагается на правительство, потому что бороться с инфляцией можно исключительно увеличением товарной массы на внутреннем рынке страны и повышением потребительского спроса. А следовательно, надо повышать объемы производства, а не понижать, как это заложено в денежно-кредитной политике, и повышать потребительский спрос, то есть увеличивать денежные доходы населения, а не уменьшать их, как это делается на сегодняшний день. Тем не менее, денежно-кредитная политика предусматривает сегодня как раз обратный эффект, что нужно замедлять развитие экономики и понижать уровень жизни населения. Что происходит? Вот смотрите, в 2017 году удалось достичь инфляции в 2,5%. А что за этим следует? Ну, если понижали инфляцию и сказали, что это самое большое зло, значит, я ожидал, что понизится ключевая ставка, станут доступными кредиты, ну, инфляция 2,5%, значит, и кредитные ресурсы должны выдаваться где-то под 3-4% годовых. Однако ничего такого не произошло. 2,5% инфляция, правительство тут же вводит новые 5 налогов, повышает НДС на 2%, вводит бюджетные правила, увеличивает действующие налоги, акцизы, и таким образом накачивает инфляцию снова до 5-6%. Теперь, когда ее накачали, снова начнут понижать инфляцию методом замедления развития экономики и понижением уровня жизни населения. А что там понижать? 6 лет, уже 6 лет снижается уровень жизни населения. Даже в первом квартале этого года уровень жизни понизился на 2,3%. А куда же его еще-то понижать? Мы также дойдем до абсурда, но тем не менее такая денежно-кредитная политика устраивает наше правительство. Вот поэтому мы, например, на сегодняшний день считаем, что в денежно-кредитную политику надо изменить, ну, радикально. Во-первых, центральный банк может оказывать только косвенное влияние на инфляцию, а прямое влияние может оказывать только правительство. Правительство и должно бороться с инфляцией, именно развивая товарное производство и повышая потребительский спрос населения, то есть увеличивая доходы населения. Вот так надо бороться с инфляцией. А вот что касается центрального банка, он обязан развивать экономику. Чем? А понижением кредитных ставок. Вот когда кредитные ставки у нас будут на уровне, допустим, инфляции плюс 2%, когда при сегодняшних, допустим, 5% инфляции, значит, кредиты должны выдаваться под 7% годовых. А они у нас выдаются, к сожалению, под 12-13% и еще больше процентов. Под такие проценты экономика кредитов не берет и не развивается. Что происходит в нашей стране? Происходит профицит ликвидности, когда экономика деньги не берет, а наоборот сдает их на депозит в центральный банк. На сегодняшний день в банковской системе скопилось 44 триллиона рублей денег, не востребованных ничем, никем. Куда эти деньги деваются? Конечно, эти деньги лежат в коммерческих банках, но поскольку в коммерческих банках никто эти деньги не берет, они очень дорогие, то коммерческий банк сдает их на депозит в центральный банк. А центральный банк эти деньги отправляет за границу в золото-валютную резерву. И таким образом мы своими деньгами инвестируем чужую экономику, а своя остается без денег. Ну, а результат такой, что у нас если в 2010 году экономика росла от 4,5%, то в 2018 году 1,5%. Если промышленность давала рост 7%, то теперь она дала только 1%. Если обрабатывающие производства в 2010 году давали 10 с лишним процентов, то в прошлом году они дали всего 2%. А стало быть, от инфляции не зависит развитие экономики, ну тогда и не надо голову морочь нам борьбой инфляции. Все это затеяно для того, чтобы вымывать деньги из экономики и из карманов наших граждан. Вот поэтому и развивается такая теория, что нужно бороться с инфляцией, замедлением экономики и понижением жизненного уровня населения. Мы, коммунисты, считаем, что этого быть не должно, нужно поменять приоритеты. И главным приоритетом страны не должна быть борьба с инфляцией, а должно быть повышение жизненного уровня населения и развитие экономики. Это первое. Второе. Надо ввести валютный контроль для того, чтобы стабилизировать курс рубля, ввести государственное регулирование курса рубля, а не какое-то априорное, непонятно кем придуманное, когда рубль скачет в течение года и вверх и вниз. И наша экономика работать при такой ситуации практически не может. Мы предлагаем вводить планирование для того, чтобы работать по плану, а не по прогнозу. Потому что прогнозы на сегодняшний день не дают развитию экономики. Это просто ожидание того, что может получиться безо всякого влияния правительства на данные процессы. Вот сегодня на отчете правительства мы и будем говорить об этом. Спасибо.